Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Валера Блюминкранц теперь один, он ищет барышню для себя и приглашает всех желающих на кастинг. Сейчас Валеру отправили на поляну для участия в конкурсе «Человек-года». Вернулась в Москву и Юлия Ефременкова, а на Сейшелах ее сменит другая ведущая, Ольга Орлова. Саймон Марданшин наконец-то дождался свою музу. Алексей Безус больше не будет ухаживать за татой Блюминкранц. Он говорит, что она принимает участие в каких-то стрёмных вечеринках. Он разочарован в ней, как в женщине. Поговаривают, что проект покинула Мариана Петря. Так это или нет, узнаем из будущих эфиров. Ваня Барсиков рассказал о своем возвращении на Дом-2. Он собирается прийти к своей бывшей девушке Ире Пинчук. Оксана Рязко мечтает запустить свой собственный проект на ТНТ. Это будет кулинарное шоу в формате поединка. В качестве первого гостя Рязко пригласит Олю Бузову. Она будет готовить с ней окрошку. Недавно к Оксане пришел новенький участник Костя Пугач. Мужчине 32 года, он блогер-музыкант. Он напугал Оксану, и она целый день не выходила из комнаты. А другой новенький участник Максим из Воронежа продержался совсем недолго. Он пишет, что не собирается ругаться и творить всякую дичь, а построение нормальных отношений там никому не интересно. Здоровье и спокойствие близких для него дороже всего. Ольга Бузова порадовала своих поклонников. Она получила сразу две премии от телеканала Russian Music Box. Это две статуэтки в номинациях «Хит Рунета» и «Креатив года». Иосиф Аганисян кардинально поменял образ. Он теперь как инопланетянин. Проект покинула Маргарита Овсяникова. Против нее проголосовали все участники Дома 2. Ну а причина ухода – конфликт с Ольгой Бузовой, который, скорее всего, вырежут из эфира. Отец Маргариты упрекнул организаторов Дома 2 в особой жестокости. Ведь девушку выгнали ночью, даже не дав ей переночевать. Ей пришлось проситься на ночевку к Юлии Ефременковой. Брат Артема рассказал, что Артем Сорока, который находится на Острове Любви, уходить за Маргой не собирается. Более того, он намерен победить в конкурсе «Человек года». Девушка не унывает, она уже нашла работу в Москве вместе с Настей Кочервей. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко отпраздновали 6 месяцев со дня рождения дочки. Они не нарадуются на Василису. Поклонники семьи Дмитренко, наверное, расстроены. Ведь ребята выбыли из конкурса «Человек года». Их слили в очередном этапе. Ольга поделилась с подписчиками подробностями своей встречи со свекровью. У Людмилы Григорьевны, пишет она, 10 внуков. Но когда мы уезжали, она расплакалась, так сильно уже полюбила нашу дочку. Так что мама Димы и Оля теперь очень хорошо ладят, они забыли все обиды. Ну а кто же станет победителем этого конкурса? Многие участники проекта единодушны во мнении, что победит наверняка Алена Савкина. Она, как никто другой, нуждается в столичной квартире. В сети появился компромат на новую девушку Никиты Шалюкова Юну Волкову. У нее было бурное прошлое футбольной болельщицы с потасовками и загулами. У отца ее ребенка имеется судимость за распространение запрещенных препаратов, которым, как поговаривают, неравнодушна и сама девушка. Пропавшую недавно Дарью Друзьяк мы сможем опять увидеть на шоу Андрея Малахова. Она выступает с новыми обвинениями против Александра Серова. Не осталось в стороне и Настика Червей. Она предоставила аудиозапись разговора с Серовым, в котором этот любвеобильный мужчина предлагал и ей деньги за волшебство. Рома Гриценко раскрыл детали интимной близости с Ирой Пинчук. Он признался, почему отказался от девушки. Вот что он пишет в Инстаграм. Когда мы отволшебничали, я ощутил вообще ничего, ни капли удовольствия. Будто имел не девушку, а бревно. И это при том, что у меня и опыта много, и ключик не самый маленький, а ей хоть бы хны, лежит как полено трухлявое. Хоть она и человек хороший, и любила меня искренне, я не смог, как не старался. Пришлось с ней разбежаться. По слухам, и Саймон Морданшин перестал с Ириной мутить по этой же причине. А это новенькая участница Юлия Романова, которая намерена отбить Ирину Пинчук у Захара Саленко. Пишут, что она чересчур самоуверенная, наглая и грубая. В сети поговаривают о причинах, из-за которых Даша Пынцарь переехала в Турцию на постоянное место жительства, в то время как Сергей остался в столице. Ей попросту негде жить. Их дом под МКАДом, который был куплен за 6 миллионов рублей, до сих пор не достроен. И, судя по всему, с деньгами можно распрощаться. Также для Даши с сыновьями не оказалось места в московской квартире, где они до этого проживали. Пока Дарья отдыхала в Турции, Сергей перевез туда своих родителей. В спальне супругов проживает мама Сергея, а детскую комнату занял отец. Вот такие слухи. Николай Должанский расстался со своей женой Катей Богдановой. Несмотря на то, что он хорошо зарабатывает, выступая на концертах в разных городах, но всё заработанное спускает на алкоголь. Последней каплей стало то, что он продал свою вставную челюсть какому-то рэперу, а вырученные деньги потратил на горячительные напитки. Это все новости Дома-2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом-2 вместе. Субтитры подогнал «Симон»!